Друзья, я вас приветствую на канале «Осложенном просто!» Меня зовут Сергей. Сегодня мы продолжим делать каталог товаров, версия 2023 года. Продолжим доделывать методы, которые управляют сущностью каталог. В прошлый раз мы сделали создание и получение всех сущностей из базы данных. Сегодня будем делать GetById, то есть получение по идентификатору, ну и возможно успеем даже еще и редактировать. Я вам предлагаю подписаться на канал, поставить лайк, комментарии, ну в общем сами опять же все прекрасно. Знаете, давайте переключаться и в Visual Studio и поехали! Перед тем, как начать писать новый код, давайте немножко разберем состав. Итак, у вас на экране Event Item Point, где, как видите, везде возвращается медиатор. Результат, то есть результат работы медиатора и мне бы хотелось соблюсти эту концепцию, чтобы вот здесь вот это работало и здесь было то же самое. вот если я сейчас запущу и покажу, как это было, то мы можем сравнить, какой результат был и какой результат будет. Итак, я нажимаю логин. Нет, мне нужен наверное логин, да точно, мне нужен логин. Да, хочу. Да, close и выполнить. Смотрите, на самом деле не очень красивая картинка, хотя понятное дело, что вы можете обработать как удобно для вас, но тем не менее я хочу сразу сделать удобно и красиво для себя. Выкидывается тот самый экземпшен, в котором написано, что и дальше там большая портянка. Как это регулируется? На самом деле здесь есть вот он Event Handler. Мы его включаем в pipeline и вот здесь вот-вот будет просто выведен список этих ошибок. Я бы не хотел здесь перехватывать этот экземпшен, особенно если он validation. Validation обычно бывает, когда мы возвращаем как-то remodel, какую-то делаем бизнес-операцию, поэтому теоретически это здесь не должно быть, я так полагаю. А я бы хотел сделать вот такую штуку, здесь собственно сделаю тоже самое. Смотрите, здесь есть только один минус в том, что когда я возвращаю результат медиатора, я не прописываю специализированные, типизированные, так сказать, результаты. То есть location там пропишется. это опять же на ваше усмотрение, если вам это нужно, это один вариант. Мне это не нужно. Я просто буду иметь ввиду, что это можно сделать. И работать это будет совершенно вот таким вот простым способом. Я сюда как-то скажу, что я хочу вернуть operation result, в котором будет категория vModule. Вот. И таким образом у меня это все придет к общему стандарту. Ну, просто мне так нравится, а вы. и даже я могу здесь брать sync и здесь могу брать evade. Вот. И таким образом мне нужно вот эти вот ошибки запихнуть в тот самый error handling. Сейчас покажу где он. Нет. Так. Это здесь валидатор. То есть у меня здесь сейчас просто выбрасывается ошибка. Но, друзья, почему я не хочу это делать? Смотрите. Вообще все ошибки, на самом деле, они, в общем, их выбрасывание на самом деле чревато растратой памяти. Да. Вообще она exception и там стерилизуется. И, в общем, ну, я не знаю. На самом деле много практик есть, когда не рекомендуется выбрасывать чистые исключения, потому что они влияют и на производительность, и, собственно говоря, на читабельность. И, в общем, я бы рекомендовал вам не делать этого. Ну, опять же повторюсь, вы можете делать как вам удобно, но когда начнете бороться с производительностью вашего приложения на продакшн коде, то тогда станет вам понятно, почему все имеет значение. И, в общем, я сделаю вот такую штуку, запушку. Да, у меня тут все равно будет выбрасываться. Но это будет настолько редкий случай, если он вообще, конечно, будет. То есть если я где-то не выброшу в результат запроса operation result, то у меня будет validation exemption, опять же, если это будет валидация. А в противном случае у меня все ошибки валидации будут завернуты уже в operation result. В общем, давайте я вам покажу, как это выглядит. И тут у меня даже handler. Ну, я его включил. Давайте проверим, запустим. Показал я вам, как было, а теперь покажу, как, собственно говоря, будет. Давайте проверим, авторизован я или нет. Нет, нет, не авторизован. Да, хочу. Да, хочу. 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 Запустить. Так как у меня description меньше 10 символов, то есть я получаю тот же самый operation result, в котором есть в месседже сообщение о том, какие были ошибки. То есть я теоретически ничего не потерял, но только теперь я не выкидываю exemption, а сервизую его и отдаю наружу. В этом как бы и разница. Ну и если сюда, соответственно, добавить какую-нибудь информацию, я нажму execute и у меня вышел уже operation result, но с окей. С окей информацией, то есть все удачно собралось. Тут у меня есть идентификатор, который также могу в результате перекинуть пользователя используя location. То есть единственное, что оно не в хедере приходит, а в результате ответа. Ну и, в общем, вот такое вот нововведение. Мне оно очень нравится. Давайте пока все закроем. Немножко прерву видео. Мне на самом деле понравился этот подход и я хотел бы его впендюре, так сказать, в сам фреймворк, в сам шаблон, который называется Nibu framework, из которого, собственно говоря, и был создан этот проект. Для того, чтобы это сделать, я сейчас открою прямо сразу гитхаб. Здесь вот у меня есть этот файл application. Вот он, валютатор. Давайте я вам не знаю, знаете ли вы или вы не знаете. Я вот такую штуку покажу. Dev расширение. И гитхаб откроет среду разработки. Я просто хочу это прокинуть шаблон сразу, чтобы это как минимум не забыть. И вам заодно покажу, как это можно сделать. Ну, очень просто. То есть я вот таким вот образом делаю. меня узнал медитраб. И вот проблем деталей. Собственно, мне это теперь нужно еще сделать в другом шаблоне, который называется Moodle. И здесь есть такой же application. Валютатор. Акран вот так вот сделаю. Вот. И, соответственно, мне нужно просто все закоммитить по таким вот образом. Блин. Русский язык. Ну ладно. ValidationHandler. 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 To date. И пусть будет фиксация и отправка. Ну и, соответственно, теперь я напишу здесь обратно .com. То я уже получу те изменения, которые мне, собственно говоря, нужны. И даже вернувшись в шаблон. Validation. Ну, в общем, вот такая вот одна штука. Извините, что отвлек вас. Поехали дальше. Так. И теперь, собственно, давайте посмотрим на то, что у нас теперь есть. И выглядит это примерно таким образом. Я немножко переработал документ. Добавил вот такую штуку, что при получении всех товаров администратор должен получать и скрытые категории тоже. То есть у нас есть метод getAll. Он запомещен как готов. Сейчас я это сверну и найдем его. Где он был открыт? GetAll. Смотрите, у нас сейчас всегда возвращаются только те, которые видимые товары. На самом деле у меня в базе данных есть один товар. Мы его создали в прошлый раз. Вернее, у меня их уже три. Давайте я их удалю. Вот. Есть один товар. И он у меня невидимый. Соответственно, если я как администратор дерну, не получу, то это будет плохой вариант. То есть наша концепция, которая описана здесь, она не достигнута. Я это недавно прописал. Ну, просто для того, чтобы собрести некоторую щекурность, так сказать. Так. Давайте я пока это сверну. И, в общем-то, назревает вопрос. Как это можно сделать? И как мне нужно следить, что пользователь администратор? И, на самом деле, полезная штука. Давайте ее реализуем. Ну, для начала, смотрите. Вся хитрость строится вот в этом предикате, который должен быть зависим от того, кто, в общем-то, отправляет вам запрос. Для начала давайте немножко поправим эти поинты. Итак, здесь у нас возвращается... Так, это не то. Вот. Вот здесь у нас возвращается, а у нас здесь вообще ничего не возвращается. Давайте посмотрим, что должно возвращаться. Operation Result мы возвращаем. Давайте вот сюда его подставим как минимум. И вот здесь у нас где-то должна быть обработка того, кто, собственно говоря, у нас заделает запрос. И для этого нужно сюда... Ну, вот таким вот образом можно отправить сюда пользователя. и, соответственно, добавить его в сам непосредственно запрос. Это будет Climbs Principle. Это будет User. И, соответственно, раз у нас в реквесте будет приходить, теперь можно этого пользователя обработать. Что нужно сделать? Нужно спросить, что если... Request... Нет. Request... Request... ...User, который к нам пришел... ... из роли... ...App... ...Data... ...у меня есть специальный класс, который содержит эстетичные... ...названия... ...Рол администратор... ...Тогда мы должны каким-то образом вот этот вот предикат изменить. Что я хочу сделать? Я хочу сказать, что у меня теперь есть предикат, который будет формироваться должным образом. Это будет Predicat Builder. И я по умолчанию возьму каталог... Нет. Категория. Вот она. True. То есть это у меня означает, что я возьму... Я начинаю строить предикат, который изначально берет True на категории. И, соответственно, как минимум нужно сразу вот сюда поставить, что у нас теперь будет использоваться предикат. И, допустим, если у меня пользователь не администратор, тогда я в предикат добавлю новое значение, которое будет говорить о том, что... К тому, что я возьму все категории, я хочу добавить еще значение, что Извизибл... Ну... True. Таким образом получится, что если пользователь не администратор, то добавится фильтрация на Visible, и предикат будет выполнен. Ну, в общем-то, теоретически все должно работать. Давайте запустим и проверим. В конце концов, мы всегда можем все поправить. Итак, давайте для начала... Нет... Дернем без авторизации. Так... А, я, наверное, авторизован. Давайте проверим. Да, давайте вот так вот прочистим. Еще раз дернем. Вот. Я без авторизации пришел, и у меня, собственно говоря, коллекция пустая. А если я нажму «Логин», и дерну этот метод еще раз, то, соответственно, у меня вот пришли то, что, собственно говоря, требует доказать. Ставим галочку на выполненную задачу, и поехали дальше. Я, наверное, вот так это сделаю. Так. И следующая задача у нас будет получение по идентификатору. Ну, на самом деле, здесь все очень просто. Ну, хотя нет, с одной стороны, могут ли пользователи... Давайте у нас будет администратор мочь все, а пользователи не могут получить по скрытой, короче, категории, скрытые товары, скрытый резюм. Ну, так будет проще. И, в общем-то, GetById по такому же принципу нам нужно построить. Давайте этим и займемся. Для начала давайте все остановим. У нас есть endpoint, мы создадим новый. Пусть он называется GetById. Таким вот образом. И здесь я хочу поставить категорию. Снова давайте поставим стандарт. Пусть будет у нас вот такой вот road. И, соответственно, это будет Get. И теперь мне нужно, конечно же, создать этот самый. Метод. Возвращать он будет также в ViewModel, Mediator, Body нам здесь не нужен. Нам здесь нужен только тот самый идентификатор, который мы будем получать. Ну, теоретически это можно сделать вот так. 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 У нас будет. И, соответственно, мы будем получать тот самый идентификатор. Название нужно, чтобы совпадали. Здесь можно сказать, что у нас это должен быть. With. И, соответственно, мы здесь должны создать запрос. Сюда передать тот самый идентификатор. И, соответственно, мне нужно этот request создать. Я его вот таким вот образом создам. Так. Также iRequest. Который будет возвращать Operation. Result. И дальше у нас будет категория ViewModel. Ой. ViewModel. Вот он. И, соответственно, ну пусть это будет тоже рекорд. Раз уж мы пишем на седьмой версии. И, соответственно, мне сюда нужно передать будет. И теоретически можно писать просто идентификатор. Ну, либо категория идентификатор. Что на самом деле более правильно. И теперь мне нужно создать handler. Это опять же будет класс. Здесь у нас будет написано handler. Это будет handler. Это будет категория GetByIdRequest, запятая. И здесь нам нужно реализацию. Давайте сделаем красиво опять же. Или вот таким вот способом реализуем его. В общем, что здесь нужно сделать. Мне нужно снова получить iUnitOfWork. Я это сделаю в конструкторе. Пусть называется iUnitOfWork. Здесь я нажму iUnitOfWork. Здесь мне теперь нужно на самом деле опять же получить репозиторию. Вар репозиторий. Хотя нет. Можно сразу сказать, чтобы... Ну, смотрите. У нас же будет вопрос о том, кто запрашивает эту категорию по идентификатору. Как в прошлый раз, теоретически мне нужно так же сюда прокинуть пользователя. И я на самом деле могу сделать это вот таким образом. IUnitOfWork. Почему это важно? Ну, на самом деле, потому что security, ну, то есть как безопасность, она прежде всего. И вот чтобы это было изначально решено так, user. И теперь мы уже имеем 10 пользователей. В общем, все сводится к тому, что нам нужно построить предикат. Вар предикат равен предикат builder на true на категории. И, соответственно, мы проверим, что... Давайте для начала напишем запрос. ReturnUnit. А, мне нужно его мапить. GetRepository. Категории. Вот таким вот образом. И здесь я хочу написать GetById. Вот все, что default мне как раз подойдет, потому что вот может или не может быть. Тогда, по идее, он должен быть mobile. Давайте пока напишем, есть ли у нас будет запрос. И здесь я могу вот этот самый предикат отдать. Предикат. Нет. Ну, пусть будет вот так. Предикат, который я сформировал. И, соответственно, здесь еще могу сказать Selector. Это тот самый, который будет формировать, ну, Mark, так сказать, нашу категорию во ViewModel. А, вот в чем проблема. Все. Мне нужен Operation Result. Давайте тогда мне не будет именно так работать. Bar Alt. Но здесь мы можем сказать Operation Result. Категорию ViewModel. И вот здесь мы его должны. Return. Operation. Как минимум. И вот здесь теперь можно создать этот самый Projection. Так называемый. И здесь мы скажем, что… Ну, в общем, смотрите. У меня начинают дублироваться эти самые GetById и GetById. Вот эти вот предикаты. Ну, теоретически можно сделать красиво и взять вот этот вот предикат. В смысле, это не предикат, а этот вот expression и вынести его в отдельный класс, который называется, допустим, статичная категория. Потому что я буду одно и то же делать везде. Сейчас мы пока сделаем и таким вот образом. Запятая. И здесь скажем, что нам нужна точка запятой. И у нас здесь Operation Task. Так, давайте тогда здесь сделаем Await. Здесь нам нужен Sync. И смотрите. Если у нас Item найден. Ну, то есть если он не равен No. Тогда мы скажем, что у нас Operation Result равен Item. И здесь сделаем его Return. Также Operation Result. В противном случае мы должны сказать, что у нас в Operation добавить Exemption. Error Warning. Ну, в моем случае пусть будет Error. Потому что это ошибка, на мой взгляд. New Catalog. Я говорю, почему лучше все-таки собственный иметь Exemption и типы Exemption. Item. Давайте так. Это вот. Not Found Exemption. И можно сюда написать. Item. Какой-нибудь там. Not Found. Вот так вот я сделаю. Вот. И сюда, теоретически, можно... Давайте я создам этот Exemption. Вот так. И сказать тот, который запрашивали, он, собственно говоря, не найден. Создадим теперь этот тип. По образу и подобию. Стринг. Месседж. Базовый класс. Будет Error. Месседж. И, соответственно, вот эту штуку можно сейчас скопировать. На всякий случай. И сказать, что здесь будет Error. Запятая. Exemption. Пусть будет boolable. Exemption. И, соответственно, вот так сделаем. Это здесь. Сюда. Дать Exemption. Вот. И, собственно, теперь это можно... Вот. Ну, конечно же. Удалялся. Красиво, но непрактично. Вот. И теперь его нужно принести в нужный класс. Я сейчас это сделаю. Вот. В нужную папку. Это делается очень просто. Exemption. И получается, что у меня теперь есть дублирование вот этого и штуки. И, собственно, такая же здесь происходит дубляция. Дубляция, да. Вот. Поэтому, ну, я обычно это делаю тоже очень просто. У меня здесь вот есть папка. КатегорияExpressions. И этот класс у меня делается статичным. И здесь я просто вот эти маппинги заношу, в общем-то, грубо говоря, в тот класс. КатегорияExpressions. Как я его назвал-то? А. Категория. Сдавайте его в единственном числе. Потому что это тип, а не категорияExpressions. КатегорияExpressions. Дефолт. 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 И, собственно, что мне здесь нужно сделать? Вставить эту штуку. Сказать, чтобы она туда ее вернула. И осталось только за, собственно говоря, использовать. Так, мне здесь нужен, так себе, а стоп, мне здесь нужен категорияViewModules. Вот таким вот образом. Так, нет, это вот сюда, а здесь вот сюда. И, соответственно, мне нужно теперь эту же штуку применить. Ну, так, это я уже здесь сделал. Вот. Вот здесь. Ну и все, на самом деле, обращается. И таких экспрессионов. То есть одно дело это можно использовать через маппер и лепить это все. Ну, в общем, выбирайте сами. Я точно знаю, что маппер жрет какое-то количество данных ресурсов и при чрезмерном его использовании ну, может это вылезти боком. Поэтому, на ваше усмотрение, маппер здесь тоже отлично сработает. Его нужно сюда заинжектить и, собственно, игра все будет работать. Так, давайте теперь доделаем наш предикат. Мы вот здесь создали, использовали, но мы в этом ничего не делаем. Смотрите, у меня есть уже подобное решение вот здесь. То есть, как минимум, я могу это сделать вот так. Но этого мало, потому что, на самом деле, мне нужно еще использовать у request этот самый идентификатор. Так, это категория ID. И, соответственно, тут, на самом деле, уже неважно, а от роли это не зависит. Мы можем просто дописать. Предикат равно предикат. And. И здесь поставить expression, когда мы выберем. Так, ID равно request категория ID. И, собственно, можно запускать и проверять. Давайте запустим и проверим. Так, давайте я сначала залогинюсь. Мы попробуем это сделать авторизованным пользователям. Для начала нам, видимо, нужно или найти идентификатор в базе данных, либо выполнить запрос на получение всех. Вот я получил его. Скопировал. Иду сюда. Здесь нажал. Ну, давайте вот тут хрень напишу. Здесь у меня 404. Совершенно верно. Потому что road не найдено. Требуется GUID. А раз он не соответствует, то road не найден. Поэтому 404. Здесь я получил, собственно говоря, правильно тот самый категорий. Здесь давайте какой-нибудь другой GUID забубеним. И вот так вот. Здесь у меня items not found. Это логично. И теперь я нажимаю logout. И давайте еще подотрем cookies. Я опять же напоминаю, что в этом шаблоне реализовано два варианта. Вы можете один отбросить и использовать, собственно, какой хотите. Так, здесь у меня 401. Он у меня получается блокирован. То есть пользователю сюда тоже нельзя приходить. И это делается вот здесь. У меня стоит, что должен быть пользователь аутентифицирован при получении категории. Вот не знаю, насколько это оправдано. Я, честно говоря, не помню по поводу ограничений. Ну, ладно, пусть будет так. В общем-то, по идее, это тоже работает. Значит так, смотрите, друзья. Я этот каталог делаю только для того, чтобы показать, как работает шаблон. То есть Nimble Framework. Вот этот microservice template. Есть в описании ссылка на репозиторию, в том числе и как это все установить. А от вас я бы хотел услышать, если вы делаете реально вместе со мной и у вас есть какие-то вопросы или, может быть, какие-то случаи, которые я не рассмотрел. Я вас прошу отписаться в комментариях и сказать, что, собственно говоря, хотели бы вы еще увидеть при возможности реализации в этом шаблоне. Так, ну на этом тогда давайте. Я сейчас все остановлю, выключу и закрою и пойду спать. В общем, все, закончили на сегодня. Я не успел сделать редактирование, но зато мы сделали другие полезные вещи. Вам всего доброго и пишите правильный код. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...